Сегодня ровно год со дня смерти Геннадия Удовенко. Выдающийся дипломат и политик, он вошел в историю Украины как второй министр иностранных дел, глава народного руха, народный депутат трех созывов. Именно ему принадлежит формула успеха украинской дипломатии, так называемые 3П. Дипломат должен быть патриотом, профессионалом и порядочным человеком. О ярких страницах биографии Геннадия Удовенко, Ирина Романова. Когда я был студентом факультета международных отношений Национального университета, теперь имени Шевченко, у нас читали историю украинской РСР. Истории Украины не было. Вся история Украины началась с 17-го года. Разве думал тогда, в середине прошлого века, студент Удовенко, что когда-то сам будет творить историю родной страны? Он сейчас остается единственным украинским дипломатом, который объемал наивысшую дипломатичную посадку в мире. До него и после него не было еще украинского дипломата, который бы очоливал Генеральную ассамблею ООН. В историю он вошел еще и как второй глава МИДа независимой Украины. Главными заслугами Удовенко министра называют два договора, подписанных в мае 97-го. О дружбе, сотрудничестве Украины и России и базировании в Крыму Черноморского флота. До 97-го года это произошло без какой-то договорной базы между Украиной и Российской Федерацией. Геннадий Иосифович воспитал целое поколение отечественных дипломатов, которые до сих пор помнят его формулу 3П. Профессионализм, порядок, батареатизм. Это и это настановка, которую мы используем и будем использовать в нашем жизни. Без Удовенко нельзя представить и историю народного руха. Именно он после смерти Вячеслава Черновола 4 года руководил партией. Профессионный, маститый дипломат-межнародник. У него можно было учиться пунктуальности, скрупулезности, такту, наполегливости и обовязково отримать результат. Он работал и передавал опыт другим даже на пенсии, но в схватке с болезнью оказался бессилен. Год назад его сердце остановилось. Это такая постать, которая собой являла целую эпоху украинской дипломатии. Мы пишемся тем, что мы были его коллегами, соратниками. Сегодня на его могиле на Байковом кладбище свежие цветы от коллег и семьи. Я была студенткой биофака, он был в международных отношениях. Он был хорошим мужем, он был добрым очень человеком. В этом году супруги Удовенко мечтали отметить бриллиантовую свадьбу. 60 лет совместной жизни. Ирина Романова, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер.